Здарова, это Шамшурин. Всем привет! Это видео называется «8 ошибок мужчин с женщинами, о которых ты потом пожалеешь». На самом деле, ошибок гораздо больше. Я просто подобрал из разных ситуаций типовые ошибки, которые многие совершают. Ты сейчас узнаешь себя. И почему мужчина ошибается? Потому что нет понимания, как голова женщины работает, как устроен весь этот процесс, и плюс есть завышенная значимость у этой девушки, конечно же. Это совокупность причин, которая приводит к тому, что ты совершаешь ошибки. Итак, первая, самая главная, одна из главных ошибок, когда мужчина в начале, когда только пытается получить женщину, которой ему нравится, то есть он в начале пытается с ней подружиться. Ты, якобы, выбираешь, да что типа я сначала хочу с ней подружиться, ни хера ты не хочешь с ней подружиться. То есть просто за тебя выбирают твой страх, твоя боязнь все испортить, твоя боязнь накосячить, да, то есть и поэтому мужчина, когда сначала дружит, типа пытается, сейчас она меня узнает, поймет, какой я хороший, а потом-то я и буду уже как-то, хотя хрен знает, как ты это будешь делать, сбежаться. И получается так, что в чем вся беда, что женщина тебя уже не воспринимает как мужчину-самца, как мужчину, претендующего на нее, как на женщину. Она тебя воспринимает как хорошего парня, друга и так далее, и ничего хорошего из этого, как правило, не бывает. Тем более потому, что ты, как правило, затягиваешь вот этот процесс, когда ты там подружился, и когда ты уже подружился, ты потом не знаешь, как, у тебя другая проблема возникает, ты не знаешь, как из формата дружбы перейти как-то вот, тебе хочется плавно перейти, потому что, получается, она будет странно реагировать, потому что, типа, мы тут дружили, а тут взял и начал там к ней как-то как мужчина. К чему приводит это? Если нет флирта, нет демонстрации своих сексуальных намерений, того, что тебе эта женщина нравится как женщина, ты теряешь эту женщину, ты ее так и не получаешь. Значит, следующая ошибка, она при знакомстве, когда мужчина видит девушку, которая ему нравится, неважно, за столом она сидит там или где-то, может быть, стоит, идет, и она уже на него посмотрела где-то или, как ему кажется, посмотрела. И, значит, ему кажется, она его спалила, как это называют некоторые мужчины. То есть, она меня уже спалила. Так и в смысле? Это же наоборот. Вот так. Если женщина тебя, как ты говоришь, уже спалила, значит, в этот момент как раз для тебя это такое, что надо раз и подойти, потому что, если она меня спалила, и я при этом ничего не сделал, вот это, наверное, беда. То есть, это как раз и покажет, что ты какой-то лох, который не уверен в себе, который не может подойти. А у вас все-таки в голове работает наоборот. То есть, если она меня спалила, значит, что? Значит, мне уже нельзя туда идти. И это приводит к тому, что девушка думает, что ты не уверенный, и, соответственно, дальше ни о каком знакомстве речи быть не может. И вообще, в принципе, ошибка думать, что подумают окружающие, она такая нелепая, потому что вряд ли, когда ты приходишь домой вечером, ложишься спать один, и все время думаешь о той девушке, к которой ты так и не подошел, которая тебе очень сильно понравилась, вряд ли ты думаешь, знаешь, что типа из серии «Вот зато обо мне сегодня никто плохо не подумал». Скорее всего, ты думаешь, блин, какой же я тупой, короче, почему я нерешительный такой, почему надо было попробовать, надо было сделать. То есть, ты себя немножечко в этом плане гнобишь. Ну и вряд ли, даже если ты видел, я тут, кстати, недавно видел, в такси ехал по городу Самара и видел, как какой-то мужчина, абсолютно, кстати, выглядящий, более-менее адекватно, но не как какой-то бездомный, допустим, он просто срал, извини за мой французский, но он совершал акт дефекации прямо на тротуаре среди белых дня, может, не добежал или что-то. Ну, то есть, как бы, да, прикольно, но если спросить меня, через сколько секунд я про это забыл, я такой, ну, мужик срёт, типа, ха-ха. Я не стал это снимать, я не стал это выкладывать в интернет, я не стал это рассказывать своим друзьям, что ещё. То же самое, то есть, не надо болеть звёздной болезнью. Вы должны осознать, что вы нахер никому не нужны, у людей свои проблемы. Уж тем более не нужны настолько, что они не будут обсуждать, как вы там подошли к какой-то девушке и вас там слили и так далее. Ну, это тупость абсолютная. Следующая ошибка, значит, на свидании, когда у вас всё хорошо, когда вы сидите, общаетесь, когда даже, может, там её трогаешь за ручку или что-то там приобнял. И, в общем, из-за того, что ты не знаешь, что делать дальше, из-за того, что так и не решил сблизиться, так и не решил предложить ей, там, допустим, поехать к тебе, в какой-то момент, когда она, самое ключевое, даже и не собиралась никуда уходить, она сидит здесь, она не говорит, что уже поздно, уже пора, а просто сидит, и ты такой сам такой, типа, ну, что там, поход делал, уже пора, уже поздно, да, давай разъедемся. То есть, когда мужчина сам предлагает закончить свидание, тогда, когда это делать было не нужно. Женщина, возможно, сидит и думает, бля, слушай, я готова была поехать к нему домой. В чём прикол, почему он меня не позвал, то есть, что-то, что не так, со мной что-то не так. Ну, чаще всего она подумает, что ты просто неуверенный в себе мужчина, это убьёт в ней на биологическом уровне весь интерес к тебе, как к мужчине. Ты такая, да, ну, ладно, хорошо. И таких ошибок достаточно много. Причём, знаешь, некоторые думают, что наоборот, если я, типа, сам, как бы, предложу закончить свидание, значит, девушка подумает, что мне пофиг, там, на неё, на секс, и, типа, она сама ко мне начнёт тянуться. Это полная херня. Потому что одно дело, если бы ты к ней прикасался, ты грамотно, там, осуществлял киноэстетику, возбуждал её, там, говорил о сексе, флиртовал, приобнимал, там, целовал, так, например, слушай, ну, ладно, мне завтра рано вставать, короче, я погнал. Может быть, да. Но зачастую мужчины так не делают. Зачастую они делают наоборот. Они сидят очень скромно, они не решаются, там, никаких движений в ту сторону произвести. И, соответственно, сами ещё заканчивают свидание. Это грубейшая ошибка. И следующее, когда ты пригласил девушку к себе домой, она согласилась, но ты не сблизился с ней у тебя дома. Потому что она говорила, ты слишком торопишься, там, я пришла не за этим, я пришла, там, за чем-то ещё. То есть, что ты делаешь, там, все в одинаковом. То есть, ошибка в том, что ты поверил в то, что эта девушка сейчас не готова. Ну, скорее всего, ты просто не знал, как подступиться. Ты реально поверил в эти слова, ты боялся всё испортить. К чему она приводит эта ошибка? Она приводит к тому, что потом очень сильно пожалеешь, что есть большая вероятность, что у неё на каком-то биологическом уровне утеряется к тебе интерес, как к мужчине. И, возможно, она может даже больше не будет вызваниваться, или больше уже не даст тебе второй шанс. И это даже не её выбор. У неё просто может так вот в голове переклинить. Следующая ошибка, одна из вообще критических ошибок. Это когда ты видел девушку, которая тебе понравилась, неважно, в пробке, в магазине, на улице, в парке, где-то ещё, да, то есть, но при этом ты к ней не подошёл. Вот, ты просто не подошёл к ней. И потом ты очень сильно можешь об этом пожалеть, потому что ты вспоминаешь о том, что, блин, какая была девушка, она даже, мне кажется, посмотрела на меня, умнулась. И, может быть, даже не понимая этого, что это могла быть твоя судьба. Ты вынужден ходить на свидание с теми, кого тебе принесло течение, если вообще кого-то принесло. И, собственно, ничего хорошего. Если я, ну, я тебя могу поздравить. Если ты совершаешь эту ошибку, то, скорее всего, других ошибок ты вообще не совершаешь, потому что тебе не с кем эти ошибки совершать. Ну и, собственно говоря, для того, чтобы тебе было с кем ходить на свидание, с кем, кого выбирать себе для отношений и так далее. У меня есть для тебя спасение, прежде чем я продолжу. То есть у меня будет марафон, практически онлайн-марафон, который я провожу уже четвёртый раз, и он очень круто зашёл и всегда заходил. В первую очередь я сейчас его решил сделать для тех, кто купил мою систему, то есть кто внедряет мою систему, потому что очень многие ребята писали, говорят, что мы хотим марафон, мы хотим марафон, потому что нам нужно помочь с выполнением этих заданий. То есть для того, чтобы ты научился, для того, чтобы ты внедрил систему, тебе надо выполнять практические задания, иначе не так и будешь теоретиком. Для этого практический онлайн-марафон с 4 по 13 февраля. Это моя поддержка прям по видеосвязи, моих коллег. То есть ты будешь всё время ощущать, что я рядом с тобой. Я буду голосом высылать тебе сообщения с заданиями, мы будем созваниваться. То есть ощущение полного нашего присутствия, меня и моей команды. Это ощущение даёт неимоверный эффект в плане пинков, то есть тебе легко делать эти задания будет. И плюс обратная связь, как ты делаешь правильно, неправильно, потому что мы будем прям слышать, как ты подходишь к девушкам, как ты с ними общаешься. Для тех, кто приобретал систему, значит, ссылка у вас уже на почте есть, вы можете сразу забронировать заранее себе место, потому что количество мест ограничено. Для всех остальных тоже подробности здесь внизу, почитайте обязательно. Стоит халяву. Максимально то, что я на расстоянии могу сделать для вас, чтобы помочь вам реализовать эти задания и получить результат с женщиной, я там сделаю. Ссылка здесь внизу. Для всех остальных, значит, с 31 января по 3 февраля откроется окно записи. Вы можете впрыгнуть тогда. Но если ты уже взял систему, бронируй места заранее. Ссылка внизу. Следующая ошибка. Когда ты звонишь по телефону девушке, с которой ещё не было свидания, например, то есть ты только вызваниваешь её впервые, она берёт трубку и говорит, слушай, я сейчас не могу говорить, давай я перезвоню. Ну окей. В большей степени всё-таки женщины не перезванивают сами. Наверное, процентов 75-80, когда она не перезвонит, и процентов 20, когда она перезвонит всё-таки. И в этом ничего такого нет. К этому надо нормально относиться, потому что девушка, когда звонит тебе сама, она берёт на себя ответственность за сближение, за какую-то инициативу по сближению. Ей бы очень не хотелось этого делать. Поэтому она, соответственно, звонить не будет, например. И в чём ошибка? Мужчина, когда потом перезванивать ей, допустим, через день или вечером, и он начинает предъявлять ей претензии. Типа, вот, вообще-то ты, ну не прям вот докапут, ну так, типа, вообще-то ты обещала позвонить. Или там что-то типа, блин, а кто-то обещает и не выполняет там свои обещания. То есть, вот эту херню нести. Что слышит женщина? Она не хочет этого, она слышит. Она не хочет ответственности за сближение. Она начинает думать, что ты какой-то безинициативный мужик, который перекладывает на неё инициативу по сближению. Во-первых, она может подумать. Во-вторых, может подумать, что ты охеревший какой-то, не перезвонила и не перезвонила. И, в-третьих, она может подумать, что ты ни хрена не соображаешь в общении с женщинами, в соблазнении, в взаимодействии. Потому что она понимает, что она девочка. Она хочет, чтобы мужчина это тоже понимал, чтобы он звонил сам, как бы, и потом не выпендривался, не предъявлял ей самой главной претензии. К этому может привести эта твоя ошибка, если ты будешь предъявлять претензии, и, соответственно, потом об этом пожалеешь. Потому что она может просто отморозиться. Хотя, казалось бы, мелочь. Следующая ошибка – это переборщить с киноэстетикой и не довести начатое до конца. Об этом я уже много раз говорил. То есть, когда ты точно понимаешь, что тебе некуда везти, или у тебя бабушка прилетела тебе в аэропорт через 3 часа, но ты девушку там пытаешься прям сильно возбуждать на свидании, то есть, это то, что и нужно делать, но нужно делать с последующей перспективы перемещения к тебе. Если ты понимаешь, что перемещения не будет, ты переборщил с этим возбуждением, с киноэстетикой, на следующую встречу она может просто не прийти, потому что она понимает, что там все этим как минимум начнется и дальше продолжится. И с одной стороны, это круто и здорово, с другой стороны, я фактически подписываюсь как женщина под тем, что я пришла заниматься сексом. Я этот факт хочу скрыть. Я не хочу брать за это ответственность. Поэтому, к чему это приводит? К тому, что девушка может потом просто начать отмораживаться, хотя у вас все было так хорошо, и ты думаешь, блин, что за херня? Я постоянно слышу такие истории от моих клиентов. Следующая ошибка, это перед тем, как подойти познакомиться, ты начинаешь анализировать, предугадывать, пытаться и гадать, что как же она отреагирует? Интересно, вот, наверное, она скажет вот так-то. Причем ты или вот так-то, или она хорошо отреагирует, или плохо отреагирует. То есть вместо того, чтобы пойти и попробовать его узнать, ты начинаешь фрустрировать на эту тему, рассуждать, размышлять. Причем ты реально руководствуешься только, пожалуй, вот какими-то своими личными ощущениями, которые ни хрена в этот момент ни о чем не говорят на самом деле, какими-то внешними параметрами из серии, там у него пафосное лицо или не пафосное лицо, и принимаешь решение там подходить, или чаще всего ты принимаешь решение не подходить, потому что твоему мозгу выгодно сохранять тебя в зоне комфорта, чтобы ты не шел туда. Потому что он скажет, нахрен нам этот дискомфорт. Потенциальная возможность получить отказ. Я очень много примеров видел, когда девушка какая-то супер пафосная, с таким лицом, что там аж люди на нее смотреть боялись, когда она очень хорошо и позитивно реагировала. При этом я также видел много примеров, когда девушка пафосная, и она реагировала очень, ну, прям негативно и отвратительно. Также я видел, когда девушка милая, такая добрая, няшная, зефирная, воздушная, и когда она реагировала хорошо, и когда такая вот няшная, милая, прям иди, и вот так вот жестко реагировала. То есть, ошибка анализировать вместо того, чтобы пойти и сделать. К чему это приводит? Это приводит к тому, что ты так и не познакомишься с девушкой, которая тебе визуально хотя бы понравилась. Тем более, что, как я уже сказал, чем больше тебе эта девушка нравится, тем больше твой мозг будет, скорее всего, принимать решение в пользу того, чтобы туда не идти. Это факт. И вот представь, тебе девушка нравится, допустим, да? Может быть, она где-то работает с тобой вместе, учится с тобой вместе, живет в соседнем каком-то... Может быть, ты в зал ходишь в один уже на протяжении долгого времени, и она там. И многие мужчины предпочитают ждать. То есть, вариант, что вероятность того, что будет она твоя или нет, ну, где-то 50 на 50. И они ждут, они могут годами ждать, теряя свое время драгоценное, и не пробовать, потому что им страшно, вдруг там будет 50, ну, там, маткаст типа и так далее. Вместо того, чтобы пойти и сразу сделать попытку, вот, да, нравится, я хочу. Там тоже вероятность 50 на 50. Но здесь ты хотя бы не потратишь кучу времени, то есть, или у тебя будет понимание. Так, она меня, короче, слила. Значит, надо как-то немножечко поменять тактику, попробовать еще раз. Только раз, не надо там 10 раз за ней бегать. И многие предпочитают годами ждать, ни хрена ничего не делая, просто ждать, когда само по себе там чудо произойдет, где-то какой-то момент, не знаю, это соседка, которая пойдет с пакетами домой, пиздается там, извини за мой французский, там, подскользнется, и ты такой, а, я спасу тебя, и тут-то у вас все и закрутится. Но это утопия, поэтому лучше всего всегда просто взять и попробовать то, чего вы больше всего боитесь делать. И, собственно, в моем марафоне шанс, что у тебя получится, далеко не 50 на 50, он гораздо больше, гораздо выше. Потому что здесь ты не просто будешь делать попытки какие-то, идти знакомиться, идти на свидание еще куда-то. То есть ты будешь это делать с моей поддержкой. То есть я фактически вот так же буду разговаривать с тобой голосом, и мои коллеги, и мои тренеры, и мои саппорты. И тебе легче будет в тысячу раз, потому что ты будешь не один. Это самое крутое, что ты можешь получить от меня на расстоянии. Ссылка здесь под этим видео. Нравится видос, ставь лайки, пиши комментарии, еще какие-то темы накидывай, о чем снять тебе видео. Это очень полезное видео. Обязательно можешь даже его еще пересмотреть, потому что это вроде бы элементарные вещи, но мужики постоянно в этом плане косячат. Итак, увидимся. Ссылки для марафона здесь. Если ты уже купил систему, значит тебе на почту пришла ссылка для того, чтобы ты заранее забронировал себе место. Пока!